Томсо, салам алейкум. Как думаешь, почему в этот раз Кадыров и его ближайшие не поздравили Хабиба с победой? Ведь обычно они пишут целые поэмы. Это потому, что он кричит Ахмад, не кричит Ахмад Сила. А я, честно говоря, не знаю, они не поздравили его? Это странно. А, действительно, Кадыров вроде бы должен был написать пост, поздравить своего друга, как он его называет. Не знаю. Томсо, согласен ли ты с утверждением, что Хабиб истинный мусульманин? Я думаю, это смешно. Я бы не стал над этим смеяться. Я не вижу причин не считать Хабиба мусульманином. Я считаю его мусульманином, но при этом его истинность никак не заключается в его спортивной карьере. Ну, не в этом как бы дело. Да, он для меня мусульманин, но то, чем он как бы занимался уже вчера, он вроде бы завершил свою карьеру. По крайней мере, он сделал такое заявление. Я надеюсь, что так и будет. Очень часто бывает, что спортсмены завершают свою карьеру, потом ее снова продолжают. Но, во всяком случае, в словах Хабиба на тот момент была такая искренность. Я думаю, что он желает реально на этом остановиться. Я желаю ему, чтобы он действительно на этом остановился, чтобы он обдумал некоторые свои поступки, совершенные им во время своей спортивной карьеры. Чтобы он искренне в этом раскаялся, исправил свои ошибки и был полезным для уммы, для своего народа и для своей семьи мусульманин. Как же я рад, что Хабиб выиграл назло русским ксенофобам и шовинистам их большинство, чтобы ты не говорил том, что которые оскорбляли нацию и религию. Ну, я не знаю, я не сильно слежу за этими событиями, типа боев, чемпионатов, UFC и тем более за тем, как за этим следят или болеют россияне. Но я могу сказать чисто по блогерскому коммунике. В блогерской среде, наоборот, большинство людей болели за Хабиба. Это русские обыкновенные люди. И здесь я не вижу каких-то ксенофобских настроений. Но меня порадовала фотка, которую мне вчера скинули перед боем. Там изображена ванга и написано, если... И нам написано, я вангую. Если победит... А, нет, я вангую. Сегодня или победит россиянин, или проиграет дагестанец. В итоге победил россиянин, как и ванганули. Салам алейкум. Видео посмотрел, как бабосы раскидывают аймани, бабушка, мани, мани. Ва алейкум ассалам. Я видел это видео. И вы знаете, оно меня не удивило не столько тем, что она там пресс денег положила. Но это как бы ожидаемо. У меня возник сразу вопрос, а с каких это пор вообще у чеченцев появился обычай, когда вот этот вот обряд, как это сказать на русском, развязывание языка, что ли, да, вот так, наверное, будет дословный перевод. Мот-баст у нас говорят на чеченском. Ну, типа, развязать язык невесте. С каких пор у нас это делают женщины? Я вчера в эфире в инстаграме я спрашивал у своих подписчиков, есть ли у нас где-нибудь в каком-нибудь районе такой обычай, чтобы женщины это делали. Я просто не встречал. Я был на многих свадьбах. Но я не встречал подобного. Это очень странно. Это, видимо, какое-то... Если подобного не практикуется в каких-то районах, я могу, конечно, этого не знать. Я тоже не все знаю. Если это не практикуется в каком-то из районов Чечни, то это, по всей видимости, такой обычай, который до нас наши отцы не смогли донести в силу каких-то причин. И его сейчас до нас доносят Кадыров и его семейство, я так понимаю, скорее всего. Ну, другого объяснения просто этому нет. А то, что она вытащила пресс денег, это, конечно, было очень смешно. Особенно учитывая, что она вытащила с кармана этот пресс денег вместе с пакетом. И потом она этот пакет убрала обратно в карман, положила в пресс пятитысячный купюр. Ну, там, я не знаю, минимум, наверное, миллион рублей она зарпошляла. Ну, что, возможность есть, почему бы и нет. Ну, мне неизвестно, чтобы он злоупотреблял алкоголем. Он сам делает заявление, что он никогда вообще не употреблял алкоголь и никогда вообще не курил. Я не знаю, насколько этому можно доверять. Есть очень много свидетельств того, как он стоит с бокалом в руках. Что в этом бокале мы знать не можем. Поэтому, может быть, он говорит правду, но это не точно. Что касается падших женщин, то здесь, да, с этим, конечно, сложно. Но он сам объяснил это тем, что если вокруг него падшие женщины, значит, он здоровый мужчина, он сказал. Типа, это нормально. Ну, ладно. Сколько чеченцев погибло во время двух войн и сколько сейчас населения? Ну, по словам российского чиновника Рамзана Кадырова, потери составляют 300 тысяч человек. Ну, это, конечно, все очень относительно, никто это не считал. Но потери, конечно, колоссальны. Они в любом случае исчисляются в сотнях тысяч. А наше население сейчас сколько составляет? Ну, опять-таки, Кадыровская власть говорит, что на территории Чечни проживает полтора миллиона чеченцев. Это не считая тех, кто за пределами. Мое мнение, они, конечно, лгут. Я думаю, что реальное количество вообще всех чеченцев в мире, может быть, будет полтора миллиона. Вообще всех чеченцев в этом мире. А в Чечне, я думаю, будут проживать около миллиона человек. Это так. Если вы сейчас спросите, на основании чего, том что ты делаешь такие выводы, как бы, на что ты опираешься, я опираюсь чисто вот на свое видение, свою интуицию, свое понимание. Я не могу вам вот как-то в цифрах это все объяснить, но мое ощущение вот такое. Но то, что полтора миллиона не живут в Чечне, и что они лгут об этом, это вообще стопроцентно, потому что я знаю, как проводилась перепись населения в начале 2000-х. И все. А вот это число полтора миллиона, оно идет оттуда, от этой переписи. А они в этой переписи там столько нафальсифицировали, когда они выпускали человека на улицу и говорили, так вот, значит, у тебя здесь должно быть 500 семей. А там на тот момент вообще вся улица разбита, там не живет. Если 2-3 семьи живут, это в лучшем случае. И человек ходил просто от фонаря, придумывал фамилии, имена. Поэтому я, конечно, понимаю, что там 1500 они как минимум накрутили мертвых душ. За счет этого они и выборы себе рисуют, за счет этого они пенсионный фонд нагибают, там всякие иные какие-то, социальные, там другие выплаты получают. Субтитры сделал DimaTorzok